Советы написал Сергей Григорьев и просит прокомментировать такую вот схему автобусов в городе Дубно, вот в Ровненской области Украины, и давайте посмотрим на нее. Ну, первое впечатление, которое производит схема, это, наверное, вот если посмотреть издалека, это то, что в ней все хорошо с графемой, то есть у нее есть какой-то очень узнаваемый такой вот образ, какой-то символ, какая-то форма, за которую можно сразу же зацепиться и представить, как вообще эта транспортная система устроена, то есть есть какой-то такой вот толстый пучок маршрутов, который где-то здесь вот уходит в такое вот толстое тоже ответвление, и еще много каких-то тоненьких ответвлений в разных местах у него есть. То есть запомнить, где вот на вот этой вот закорючке находится какая-то остановка, или понять, как с одной части закорючки на другую часть закорючки доехать, здесь, в принципе, легко и понятно. Но не знаю, как это соотносится с географией самого города, насколько это искусственная форма, это надо смотреть, поскольку я никогда там не был, мне об этом трудно судить, тут скорее вопрос к жителям. Вторая вещь, которая сразу же бросается в глаза, это вот эти вот отступы между линиями. Это очень неприятная вещь, наоборот, если вот с географией все хорошо, то вот это, наоборот, наверное, главный недостаток, который сразу же обращает на себя внимание, потому что вот если я вот так увеличиваю на весь экран особенно, это бросается в глаза, эта штука очень сильно вибрирует, звенит и вообще мешает на себя смотреть. То есть это очень утомительная, чисто графическая вещь, и когда у вас много линий, между ними стоят такие прожилки, от этих прожилок нужно избавляться. У меня в книге вот здесь, ну, есть глава целая про пучки, как их рисовать, ну, вот пример такой вот схемы Симферопольской. Видите, здесь между линиями нет прожилок, тоже они идут большими пучками, тут еще хорошо подобраны цвета тоже всякие, и это выглядит намного чище и аккуратнее, чем вот в таком варианте. Но про цвета тоже отдельно хочется сказать, что вот на этой схеме от цветов есть такое впечатление, что они какие-то слишком компьютерные. Что я имею в виду? Ну, кажется, что они слишком насыщенные и яркие, некоторые из них вот какой-то там зеленый, может быть, вот этот вот цвет. Ну, то есть, короче, есть опасения, что напечатать, или вот такой вот красный, напечатать просто невозможно. Это прям такой FF0000, ну, то есть, может быть, не буквально, да, можно его, наверное, пипеткой посмотреть, какой он, ну, не буквально, да, но вот близко к тому. Кажется, что припечатать он все равно будет не таким, поэтому можно его сразу немножечко успокоить, чтобы это выглядело приятней. Ну, и само сочетание, то есть, некоторые цвета здесь поспокойнее, а вдруг среди них такие вот вырвиглазные встречаются. Немножечко это кажется утомительным, и вроде бы здесь это не обязательно, здесь не так много этих цветов, чтобы нужно было любой ценой добиваться их контраста. Вот если этот красный станет чуть-чуть другим красным, то как будто бы это никак не помешает нам его от соседей отличать. Теперь, ну, если говорить о графической составляющей, вот эти вот остановки тоже мешают, потому что они добавляют к этой вибрации вот через полосицы цветной с белым свою какую-то дополнительную вибрацию. Они тут еще выгрузаются друг в друга вот так, как-то все это, в общем, ну, тоже трудно очень описать словами, но когда на это смотришь, смотреть немножко больно. И это тот случай, когда можно совершенно спокойно обозначить остановку вообще безо всяких цветов, просто взять и нарисовать вот линеечку. Хоп, и смысла столько же, просто вот сравните, давайте парочку даже таких нарисуем здесь еще вокруг, чтобы мы могли видеть. Как это работает? Просто вот смотрите, ровно столько же смысла, но насколько же чище вот такая штука смотрится, заодно она, кстати, лучше связывает остановку с текстом вот здесь, чем вот такая вот разноцветится. Тут кто-то мог бы возразить, что зато вот в таких местах, если нарисовать линию, то, может быть, не так очевидно, где есть остановки. Но вот эти места, они, в принципе, сомнительные, то есть здесь не очень понятно, что происходит, как он так в одну сторону останавливается на всех трех, а в другую не останавливается ни на одной, так тогда вот это вот расстояние нужно сильно увеличить, потому что зачем мне тут вообще про это думать и спокойно нарисовать черную палку только вот на той стороне, где остановки есть. А если где-то среди этих остановок вдруг найдется, вот предположим, ну давайте на каком-нибудь участке горизонтальном поэкспериментируем, вот предположим, здесь где-то нашлось такое место, где какие-то маршруты не останавливаются, да, вот эти три, например, не останавливаются. Ну, да, в таком случае, конечно, просто черной палкой мы это соединить не сможем, но вот это и в принципе сложно воспринимать, то есть вряд ли кто-то заметит, что там такая есть проблема. Поэтому если у вас вот настолько сложная схема, что у вас там кто-то останавливается, кто-то не останавливается, то вам придется искать, ну, другое обозначение, уж как минимум все вот эти отдельные маршруты, все их пересортировать так, чтобы не останавливающиеся маршруты шли там отдельно, останавливающиеся отдельно, и, например, от них такая же черная палка шла. Вот у меня в книге в главе про остановки как раз другой пример я разбираю, где тоже, видите, здесь есть такой вот пучок маршрутов, и почти невозможно заметить, что на остановке поворот, вот здесь какой-то зеленый автобус не останавливается, или вот здесь вот голубой не останавливается. Они настолько, ну, такое нежное, едва заметное отличие, что кажется, что человек на это особого внимания не обратит, и для того, чтобы это вот стало заметно, я об этом здесь как раз рассказываю, здесь нужно искать какой-то другой прием. Ну, вот есть такой классический способ, когда мы обозначаем такими точечками остановки, но понятно, что он более шумный, конечно, хотелось бы от этого избавиться, но еще можно вынуть просто вот маршрут из пучка в том месте, где он не останавливается, и, соответственно, тоже его провести спокойно рядом, чтобы человеку прям сразу было видно, что тут какая-то есть особенность. Но на этой схеме, по-моему, таких проблем вообще здесь нет, поэтому это я просто вот показал в качестве примера, а тут спокойно можно все заменить на вот эти черные палки. Ну, дальше смотрим на текст. Тут весь текст отцентрован и набран заглавными буквами, и то и другое не помогает читаемости, потому что просто заглавный набор делает любой текст таким вот прямоугольником, и его издалека сложно читать, становится, то есть везде одинаковый прямоугольник. Если все это набрать по-нормальному, с большой буквы и маленькими, вот как вот здесь вот набран текст, то остановки будет проще читать. Можете сравнить, как выглядят дорожные знаки в России, где все набирается заглавными буквами, и в Германии, где все набирается с большой буквы и маленькими, как положено для всяких названий населенных пунктов. И, ну, конечно же, германские знаки издалека намного быстрее считываются, просто потому что мы видим форму слова, видим всякие торчащие закорючки вниз у буквы U, или там, не знаю, вверх у буквы B какой-нибудь строчной. Ну, а с латиницей, в случае с Германией, там еще больше всяких торчащих элементов, которые нам помогают форму слова узнать. А здесь вот кроме вот этой кратки вообще ничего нигде не торчит, соответственно, все выглядит как прямоугольники. Так что надо набрать, давайте я прям даже наберу, Майдан незалежности, да, так это пишется, надеюсь. Простите, если я тут как что-то напутал с украинским, я его совершенно не знаю. То есть сейчас просто показываю принцип, ну и давайте возьмем какой-нибудь бюро сайн пожирней для дружбы с тем, как это набрано здесь. И вот видите, я набираю это с выравниванием все-таки по левому краю, потому что тогда эту штуку проще привязать к вот этой палке. Это не обязательно делать, то есть можно, конечно, и отцентровать, но смотрите, насколько стройнее смотрится, когда она вот так выровнена. В каких-то местах это может не сработать, может быть вы где-то захотите сделать исключение. Если у вас где-то надпись торчит, вот, например, там налево от линии, она, конечно, может в отдельном случае выровняться по правому краю, да, вот как вот здесь, например. Но лучше всегда большая часть вот этих всяких подписей стремится разместить справа от всяких вертикальных фрагментов в линии и выровнять по левому краю, чтобы вот они считались так, как нам привычно все это читать. Ну и вот я поставил ее тут на таком расстоянии от конца этой линейки, чтобы примерно на глазок я делал, но можно это, наверное, померить, чтобы вот эта вот штука была, ну, больше или равна вот этому какому-то отступу. Хотя, конечно, можно глазами считать, что вот это расстояние между строчками, тогда тут оно мне чуть-чуть слиплось. Может быть, там можно еще на пару пикселей отлепить, хотя, в общем-то, так тоже нормально читалось. Вот, ну, вот эти вот наборы маршрутов довольно трудно воспринимать, они, их очень много, при этом не очень понятно, как они соответствуют этим самим пучкам, потому что здесь маршрутов меньше, здесь больше. Что это должно значить? То есть какие-то здесь не нарисованы, но они все равно проходят, а как мне тогда всему этому верить? То есть тут они не отсортированы никак, то есть, короче, непонятно, как связаны пучки маршрутов и вот эти вот огромные-огромные перечни номеров. Еще мне нравится, как здесь устроена река. Она, в ней какая-то есть такая свобода, она вот не течет строго по вот этой вот 45-градусной сетке, но при этом она все-таки явно знает про эту сетку. То есть вот каждый ее фрагмент можно представить, с каким из направлений этой 45-градусной сетки этот кусочек дружит. То есть, в принципе, можно представить, что вот это вот под 45 идет, это тоже под 45, и это, и это, и вот это тоже сюда. То есть она просто вот так изогнулась, но вообще-то она, конечно же, как-то вот соответствует такой вот, например, линии, которая тоже параллельна вот этому. Вот, это классная находка, можно, наверное, где-то такое еще использовать. Ну вот тут вот много шума, фиг знает, что значит, то есть этот пунктир бесконечный, как-то бы это все... Поспокойнее, побледнее, потоньше, может быть, без пунктира, просто тоненькими линиями. Ну, то же самое здесь и здесь. Еще я хотел прокомментировать вот достопримечательности вот эти какие-то, которые тут нарисованы. Они нарисованы как раз слишком тонко и однообразно, то есть, по идее, они должны задавать какое-то настроение, помогать себя найти и вообще сориентироваться. Здесь они выглядят как абсолютно какая-то там техническая малозначительная деталь, и в таком виде кажется, что лучше вообще их убрать. А я бы предложил все-таки их перерисовать как-то там пожирнее, более явно. Никак они тут от основной информации не отвлекут, потому что они все за пределами вот этого пучка маршрутов. Они как раз тут просто добавят красоты, и, ну, схема сразу же станет поживее. Ну, вот, автовокзал здесь не в тему, потому что везде нарисовано, как выглядит само здание, а тут вдруг нарисована иконка. То есть, если это иконка, то ее надо тогда, конечно же, взять, как-нибудь приставить к слову. Ну, придумать, как там по весу их подружить. Понятно, что я надо нормально нарисовать, но я вот сейчас условно это показал. То есть, чтобы вот этот автовокзал стал просто частью названия. Тоже выровнялся, раз уж у вас тут по центру, то по центру. Но, как вы уже поняли, я предлагаю это пересмотреть. Соответственно, здесь вот эта уже картинка не понадобится. В общем-то, дополнение вот это, возможно, уже избыточно. То есть, ну и что, что городской автовокзал, что слово автовокзал недостаточно, чтобы было понятно, что он городской. Это можно, в принципе, убрать. Вот, так что есть над чем подумать. Кажется, что, в принципе, весь размер всех шрифтов, всех подписей можно несколько увеличить. Здесь вот, если смотреть на схему так, чтобы она влезала целиком, то текст кажется мелковат. Хотя, не знаю, надо с этим экспериментировать. Возможно, не нужно вам тут вот добиваться того, чтобы вот эти остановки все были на одинаковом расстоянии друг от друга. Хотя, ну, надо пробовать. Может быть, будет некрасиво, если они там начнут как-то на разном стоять. Но, в любом случае, я бы подумал над тем, как шрифт увеличить. Ну, и если говорить о плакате в целом, вот, про верстку самого прямоугольника, то тоже кажется, что можно все собрать поплотнее. Вот эта вот конструкция какой-то довольно несуразной формы, вот такой вот, совсем не прямоугольной. Ее хочется пересобрать. Даже если вот у вас вот так выравнивается герб с подписью, там, почему-нибудь. Окей, но всю эту штуку тогда, может быть, не стоит к ней прилеплять еще и легенду. А вообще, я совершенно не уверен, что нужно их так ровнять. То есть, возможно, что вам тут опять нужно избавиться от центровки. Передвинуть эту штуку куда-нибудь, вот, например, в этот угол, занять ей угол. Вот эту вещь, наоборот, переставить вот сюда, куда-нибудь там, в свободное место. Вот это не сильно-то вообще понятно, что это такое, честно говоря. Здесь какой-то очень утомительный блок, тут очень много шрифтов, и что-то все как-то от края до края растянуто. Хочется с ним еще поработать, но сейчас не будем тратить на это время. То есть, я бы его тоже там как-то угол им занял. И, соответственно, уже у вас можно тут большую часть всей этой схемы просто отрезать, потому что в ней ничего интересного нет. Вот так вот. Может быть, здесь вот получится как-то срезать эту штуку, провести, вот, не знаю, вот здесь еще кусок выпрямить. И тогда вы здесь еще плотнее все это соберете. Ну, вот это явно все можно еще подсобрать. Вот смотрите, вот эту всю штуку можно явно тут чик-чик-чик-чик подвинуть поближе сюда. Да, соответственно, ну, вот эта часть тоже чик-чик-чик-чик сдвинется. Ну, тут я сейчас криво сделал, но это вам еще позволит чуть-чуть сэкономить. Если вот эту остановку, она вот у вас сейчас единственная торчит наверх, ее, конечно же, можно перебросить вот так наоборот вниз, значит, вы уже можете еще чуть-чуть отрезать. Значит, ну, тут тоже, вот видите, сколько у вас справа фигни. Вот это вот кладбище, не знаю, кладовище, кладовище, простите, я не знаю, украинский. Вот можно в виде исключения перейти налево, и, соответственно, здесь еще у вас вот этот срез пройдет ближе. Кстати, еще я не сказал, у вас есть вот такая вот центровка, ладно еще вы центруете по вот такой вертикальной палке, а когда вы центруете вот так вот, это прям вообще странно. Ну, то есть тут-то оно как может центроваться? Здесь, конечно, оно прям обязано стоять по левому краю, чтобы связаться вот с этой штукой. Ну, и вот здесь как раз тот же случай, этот сушильный завод, может быть, его тут как раз надо будет по правому краю сделать с тем, чтобы мы могли его так вот перенести сюда. Ну вот, и это нам позволит, ну, вот эту штуку всю можно чуть-чуть тоже подсократить, вот так подвинуть. Соответственно, здесь у нас спокойненько еще мы плотнее все можем вот так вот срезать. Ну, вот остается вопрос вот к этой вот пустоте, как ее вообще использовать, чем занять. Может быть, тут какие-то достопримечательности еще найдутся, которые захочется сюда поставить. Может быть, может быть, что-то еще. Может быть, вот это все-все-все, все эти расстояния между всем можно сокращать. Ну, и, кстати, когда это сделаем, может быть, уже и шрифт не придется увеличивать, потому что у нас вся схема в целом станет компактнее, значит, ее можно будет вот как есть напечатать уже в большем масштабе, и шрифты будут казаться все крупнее. Ну, вот тут остается какой-то тоже пустующий угол. Может быть, какая-то информация из вот этой всей фигни переедет сюда, если тут что-то можно вынести. А, ну вот автор Сергей Григорьев. Кстати, у вас имя и фамилия задом наперед стоят. Ну, вот явно автору в этом блоке не место, да, его хочется вынести куда-то там отдельно. Подписать, может быть, там как-нибудь сбоку вот так вот. А вот это, что такое Мережа Ланет, не знаю, как это читается. Ну, может быть, это вот как-то сюда встанет, например, ну, там умножится на реку, чтобы она не рвалась. Ну, собственно, я, наверное, могу ее умножить сразу. Вот такая получится штука. Ну, теперь это можно еще чуть-чуть подтянуть. Вот эту вот Волыцку, наверное, перенести наверх сюда, чтобы еще можно было ближе к ней вот тут вот срезать. Так потихонечку все это дело у нас и соберется. Ну, может быть, я что-то еще упустил, но в целом вот я думаю, что если вы сделаете то, что я сейчас вам предложил, это не то, чтобы прям сильно много работы, какой-то там радикальной переделки не потребует. Я думаю, что схема станет сильно приятнее. Если вы это сделаете, присылайте мне. Буду рад увидеть переделанный результат.